не строй 7 церквей а пристрой 7 детей русская пословица меня зовут екатерина землянова и это проект живые души где мы ищем гармонию с собой другими и миром в целом а тема сегодняшней встречи приемное родительство как люди приходят к выбору своих детей как они встречаются где можно обрести помощь на этом непростом пути поговорим сегодня с наталья югансон приемная мамой психологом и президентом алтайской ассоциации усыновителей день аиста здравствуйте наталья здравствуйте катерина сегодня у нас такая тема приемное родительство у меня вообще если честно наверное даже ну вот близком окружении нет ни одного человека про которую я знаю что он приемный родитель потому что ну я знаю что есть тайна усыновления я могу этого и не знать ну как бы точно ни про кого не знаю поэтому мне очень интересно про ваш опыт расскажите как вам пришла мыслить стать приемной мамой собственно как часть людей которые приходят приемное родительство я столкнулась с бесплодием с которым у меня были сложные чувства и я не могла решиться вообще на такой шаг в одиночку мне было важно что в этот момент нашла сайт день аиста в новосибирске желая тогда в новосибирске увидела там фотографии чудесных детей это специальный их проект был фото волонтеры фотографировали детей в красивых шапочках они собирали специально в мешочке красивые шапочки ездить ехали в детские дома дома ребенков и делали такие прекрасные фотографии когда я увидела сначала детей потом я увидела что там есть родители специалисты которые открыты каждую неделю у них есть проект родительская беседка куда может прийти любой желающий с ними познакомиться и посмотреть ну вот я такая оказалась в этой организации увидела этих родителей таких же похожих на них совершенно детей счастливых они тут же в перемешку кровные усыновленные никто никак не их не разбирает и у меня не осталось сомнения что это мой путь то есть вот в этот момент я уже поняла что раз и они так любят своих детей дети так любят своих родителей у них нет тайны усыновления мне сюда вот и прошла я там школу племных родителей еще в 2006 году когда такой школы даже не было закона в россии чтобы она была это была инициатива вот новосибирского аиста и вообще в новосибирске так случилось что вот благодаря такому человеку значимому евгений соловьёвой это сообщество выросла до масштабов ну я бы сказала самая крупная в россии она на тот момент было может быть приравнялась к нему уже чуть позже московское сообщество с алексеем рудовым то есть мы так называем алексей рудов то наш дедушка женя соловьёва наша крестная мать а мы такие вот внучат и детки внуки внуки от день аиста но и название у нас когда мы здесь уже организацию решили создавать то мы название попросили мы прям очень захотели называться также а завтра у нас день рождения нашего день аиста нам целых 11 лет уже обладать 11 лет здорово поздравляю вас с грядущим днем рождения расскажите вот исходя из вашего опыта но общение уже с я не знаю с тысячами наверно до приемных родителей вот я пробовала к текену я прям честно я вчера я вчера очень хотела посчитать и я все равно это сделаю но я прикинула и да у меня как бы вот сначала моя страница была в инстаграме потом ей отдала усынови ну то есть организации у меня там было больше тысячи человек которых я лично знаю и они в основном приемные родители но со всей как бы россии со всего мира а но здесь работая по проектам у нас их еще больше стало то есть ну вот личные истории которые прошли через меня они как бы ну ну боюсь сказать точно но около 500 точно тут такой серьезный опыт столько действительной истории вглядываясь в эти истории что вы видите как что стоит вот за желанием усыновить ребенка ну то есть какие мотивы что вот стоит ну то есть это же действие до за этим любимым действием есть некий мотив я понимаю что там тоже наверное какой-то пул какой-то выбор да есть мотивации ну я бы так разделила всех приемных родителей примерно условно на три группы то есть есть кровная опека это родня тети дяди бабушки дедушки которые увидели что в их семье есть ребенок у которого родители либо лишены родительских прав но они живы либо их ну как бы и стало и тогда здесь не все но эти родители да эти родственники принимают этого ребенка в семью и это вынужденная история и не все к ней готовы вторая такая категория до приемных родителей это те кто еще хочет ребенок ребенка но у них либо нет возможности его родить либо это ну какой-то уже поздний брак да то есть или синдром опустевшего гнезда или у нас есть желание еще иметь детей и нам неважно каким образом он появится у нас и ну и наверное это вот вся как бы за вторая да то есть потому что в третьем не хотелось выделить тех кто ну вот с тайной да то есть это прям вот ну подмена понятий то есть когда я как будто бы его родила и давайте мы это не расскажем то есть это прям конкретная замена своей возможности быть кровным родителем и тогда такой родитель выбирает сохранять тайну вот ну то есть вот немножко деле а есть которые да могут быть и с бесплодием да но они прием на родительство не считают таким клеймом или чем-то таким постыдным и не скрывают собственно но и не делают из этого афиши дат поэтому вы может может быть и не знаете таких рейд хотя не существует а вот ну то есть все эти люди проходят через школу получается направили понимаю что не все кто поступил школу доходят до конца и все-таки да усыновление ну вот смотрите у нас как бы некоммерческая организация и наша школа она по сути как факультатив то есть на нее вы можете прийти вы можете не приходить мы можем вам дать сертификат который не имеет юридической силы но тут даже дело не в сертификате то есть мы говорим о том что на нашу школу вот у вас должно быть желание понимания до того что мы вам дадим и мы вас погружаем в эту тему которая будет у вас потом то есть вы столкнетесь с теми моментами которые мы с вами проживем вместе с психологом в основном в упражнениях в тренингах какие-то семинары и мы сами приемные родители которые на эту школу приходим обучаем совместно с психологами которые также к этой теме имеют расположенность и любовь потому что ну вот просто с бухты барахты в эту тему никто не приходит как и говорит наша ира синихина что в приемные родители вообще плохие люди не приходят я думаю специалисты в команду тоже потому что здесь ну необходимо своя собственная свое собственное отношение и свое своя позиция про то что позитивное отношение приемному родительству это кому-то как ключевая история про то что все какие-то истории случаются и их ну вот можно говорить чтобы заклинить что это вот это под приемные потому что это приемный ребенок вот все случилось так плохо то что это приемный ребенок но нет мы мы смотрим и видим что полно таких историй скромными детьми а вот какими вот правда предубеждениями вы сталкивались да на заре когда принимали решение стать приемной мамой да вот я даже по себе помню мне кажется вообще у каждого человека рано или поздно такая мысль возникает и я когда вела разговоры с некоторыми родными людьми я очень людоедских вещей наслушалась но вот так по-честному и про генетику необратимую что вот все обязательно станет наркоманом и вот и вот все какие вот преодолевают до люди сопротивления среды связано с приемными это конечно ну мы их так называем мифы либо страхи усыновители и это про то что гены то есть гены сработают ребенок станет наркоманом алкоголиком тунеядцем ну и так далее на самом деле есть нет они это не проблема ген это проблема травмы которую пережил ребенок это как родитель относится к этой травме то есть он может вот например до сохранить тайну и тогда он будет что делать я боюсь ему сказать про то что мы его усыновили но я внутри себя переношу вот эту вот историю про то что нам мама нам там она вот и он и он обязательно историю эту осуществить потому что ну он станет на место этой мамы тайная станет явно и он проживет доживет до какого-то возраста когда узнает то он еще испытает предательство то есть ощущение отвержения от своих родителей которые ему соврали о нем о том что ты на самом деле нами рожден ты наш собственный и тем самым они отрицают эту историю про него и вот этот страх как бы проген да конечно можно вообще про это но не знать и бояться и говорить ну нет вот там много историй и всегда когда мне такие истории приносите говорю а вы знаете прям от подробности досконально да что там было почему вот эти гены сработали и там же может быть больше большая часть это социум то есть что что было вокруг ребенка как родители с этой тайной либо не с тайной жили да и в основном да говорят когда гены там как они говорят это гены это была тайна вот про гены страх страх про то что не полюблю как кровного и он вырастет и пойдет искать биологическую мать и уйдет к ней жить все и боятся отношений с кровными родственниками и мы на нашей школе приемных родителей три занятия посвящаем вот этим ну как бы таким предубеждением которые в каждом как-то есть как-то живут как-то имеют место быть и что с этим можно делать и мы показываем как можно с этим делать и они выбирают уже то есть ну либо они будут носиться со своей тайной либо они выбирают вот этот осознанно путь но мы но мы предупреждаем какие будут последствия вот а про то что не полюблю ну тут как-то в основном у всех по-разному случается кто-то прям вот увидел и сразу полюбил тут и по стратегию выбора у кого-то вот вот любовь с первого взгляда при этом выборе супруга да так же срабатывает а у кого-то наоборот кому-то нужно вместе там путь соли съесть и тогда уже только я почувствую себя родным и тогда только я смогу сказать ну все но теперь это мой ребенок вообще есть специалисты которые говорят что адаптация то есть принятие ребенка в семью длится не менее пяти лет а есть родители которые говорят но у меня дольше было кто-то говорит у меня молниеносно вот вот все вот увидела и мой вот все сразу случилось поэтому мы также помогаем родителю увидеть на берегу какая у тебя стратегия выбора как ты будешь взаимодействовать с ребенком и когда тебе ждать от себя любовь а когда можно собственно просто быть хорошим достаточно хорошим до заботящимся родителям и не ждать от себя сильных чувств тем более если у этого родителя в детстве была какая-то трагическая история или какие-то вот переживания связанные с родственниками которые его воспитывали и часто в эту историю конечно может приводить и своя личная боль и важно это осознавать то есть у нас мы говорим мы у нас нет плохих мотивов есть мотив на который может как на пирамид куда надеться еще сверху несколько и хорошо бы их все знать вот когда все знаешь да в основе может лежать боль от бесплодия от утраты кровного ребенка а что вины тоже дарит во вины либо своя личная история я как бы ну вот прожила я вот лично как мы наташа да то есть я понимала что в моменту принятия ребенка меня ждет сюрприз адаптация которая будет состоять из моих травм детских в которых я собственно и попала когда ребенок у меня появился у меня тимошки было месяц и я когда узнала только о своем как бы детстве вот этом тяжелом такой тяжелой ситуации мне было 40 лет но я всегда ее проживала на терапии и я четко знала что-то было вот такое мама говорит о том что 10 дней меня не приносили ей я не как бы не в курсе совершенно была и плюс были очень тяжелые роды и в дальнейшем то есть ближайшая там ну вот как у меня дерматит у мамы нет молока я плачу все горят замолчите сделайте что-нибудь со своим ребенком мамаша ну и как бы вот это вот все время какая-то тревога тревога плюс два с половиной года бабушка дедушка решает что мои родители очень молоды чтобы воспитывать ребенка и они меня забирают себе жить с собой и вот как бы вот это вот отвержение утрата которую я пережила она у меня вот все время была в детском ощущение то есть ребенка мне не было вот такой близкой связи то есть мне не как будто бы любовь это на меня прям по капельке вырастала я это чувствовала я с этим пришла на терапию ну и вот как 14 лет как собственно я в ней но сейчас у меня есть ну ощущение того что все правильно сделала не надо было там ждать может быть если бы я отмотала я бы сказал ну побольше бы терапии еще до было бы конечно полезно нас но все говорят что два года за до появления ребенка в семье ваша терапия вам поможет быть достаточно хорошим родителем избежать каких-то сложно это про любое родительство потому что многие приемные родители которых нам приходят на школу не говорят ой вот эти знания они бы нам да скромным ребенком да как пригодил же сижу об этом думаю да кстати а диана мошкова создала такую азбуку семьи и она обучает из приемных родителей таких как бы родителей которые создают школу для обычных родителей вот и можно стать совершенно бесплатно там таким же наставником и сделать у нас в городе в новосибирске недавно это появилось академия академия семей вот у нас бронули нет пока нет а вы помните вот как вы говорите да что выбор у каждого там свой да происходит как там про свой помните как про свой выбор у меня не было выбора мне вот первого ребенка показали то есть у меня был выбор я носилась с фотографии девочки на груди 9 месяцев от была девочка была серьезным диагнозом на тот момент ей было два с половиной года мы пришли с бывшим мужем в опеку и я говорю давайте нам направление на эту девочку я так долго этого ждала то что муж меня сначала был против вообще усыновления у меня все были против папе вообще не говорила мама была против отговаривала как могла мне даже мой на тот момент духовный отец тоже не поддерживал рассказывал мне страшную историю говорю вы меня извините но я прошла школу усыновителей я все знаю вообще-то говорю все это вы как бы из ну драматизируем да все будет хорошо и как бы да было трудно потому что в одного надо было идти и муж тоже говорил то ну бог не дал зачем говорю мне надо вот я хочу быть мамой я не знаю я вообще-то с этой ну вот идеи как бы вот я родилась я женщина должна быть мамой и когда мы пришли за девочкой нам говорят все девочки нет ее уже забирают в семью нас обманули как я потом позже узнала эту девочку только прям перед нами выдали направление то есть они еще не успели доехать познакомиться не приняли еще решение и там была опека у нас было а приоритетная форма семейного устройства это усыновление и я узнала об этом и разговаривала с другим сотрудником опеки которая была на нашей стороне за нас я говорю давайте говорю мы сделаем так ну то есть вот вы там поможете нам и мы ее заберем такая этаж но это не ваша история вот вы говорит так случилось все вот она само собой так случилось чтобы вас все суд ну вот как надо правильно да смотрите для вас это первый ребенок там тяжелый диагноз а если ребенок погибнет как вы это переживете такой правда я про это даже не подумала и я как-то доверилась и мы пришли посмотрели малыша нам говорят так а ну чтобы нас удобрить или как-то так так папочка а вам девочка нужна бабку нет на мальчик ну я говорю ну а мне без разницы и все и нам дали направление на младенцы говорят слушать там такая история короче вообще здоровый 8-9 баллов по обгару ребенок совершенно все прекрасно идите смотреть будете говорю мы будем все мы пошли смотреть мы пришли смотрим лежит кулечек щечки глазки я ничего не чувствую я смотрю подержала такая спасибо до свидания мы уходим не ощущение что мне вот ну как котеночка за пазухой так вот положили я с ним иду я ничего не чувствую вот вообще они так еще обиделись что вам не нравится наш малыш ну-ка давайте я говорю у нас есть время у нас есть 10 законных дней чтобы мы подумали вот давайте мы до понедельника подумаем и говорю все и решим поняли приедем и напишем либо согласие либо отказ хорошо хорошо и что вдумайте вот я уехала и меня только все еще хуже сделали потому что я начала советоваться мне говорят не надо вообще то есть все 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 не надо не надо это к длину мою ну что не надо и пришла я сумочкой туда можно было лечь в больницу вместе с ребенком это сейчас вообще так не делается тогда так было то есть и я приехала сумочкой я говорю этим всем тетенькам белых халатах вы знаете говорю мне говорю надо с ребенком нам надо поговорить вот сейчас мы у него спросим хочет ли чтобы мы у ну чтобы ну то есть это неправильно на самом деле ребенок не должен принимать решения за родителей хочет ли быть он он хочет и он хочет чтобы родители были готовы принять ребенка с его историей вот такого замечательного чудесного все к себе в семью то есть ваши сомнения они должны быть за встречей с ребенком а я тут такая вот пришла и говорю тимофей ну он еще не был тимофей бегаю малыш вот мы тут такие вот наташа и вячеслав мы тут думаем вообще мы достаточно ли мы хорошие будем для тебя мама по вдруг другие люди будут лучше чем мы и он как заплакал и такая вот я дура короче прости пожалуйста все ну все мы берем наш и он его уносят у меня кладут в какую-то палату отдельно для мамочек я говорю вы чего чемели как как это меня отдельно они значит грудью кормят они значит чувствуют когда это ребенок их и он плачет они к нему мамочки подходят там ну пора времени но все а я то еще ничего не чувствую вы меня вместе пожалуйста положите и вдруг я слышу тот момент когда я прошу об этом плачет мой ребенок я его просто ну услышала я бегом бегу это он плачет игру к учите меня то все это здорово было потому что 10 лет 10 дней пролежала в больнице с ним и меня научили пеленать кормить из бутылочки вот это все вот классная такая трогательная история я не знаю как бы тактично или местный будет вопрос но мне хочется понять все таки как приемный ребенок ну понятно какие он циклы там проживает как это все как он влияет на супружество вообще на отношения с супругами это как-то тоже я понимаю что особая какая-то динамика мы всегда говорим на школу приемных родителей вы должны приходить вместе с супругом вы принимаете ребенка в семью вместе воспитывать вы его будете вместе у вас должны быть ну глаза в одном направлении то есть вы понимать должны куда вы идете что происходит и друг друга очень очень важен важен ресурс для приемного родителя чтобы не было такого что вот ты взяла теперь вот давай исправляйся вот это все и плюс конечно же наша главная такая задача это собрать группу где у них уже будет взаимопомощь на уровне этого маленького сообщества это маленькое сообщество принять в наше большое сообщество искать есть проблемы приходи у нас уже были мы решаем их вот так у нас все хорошо то есть мы говорим о том что будет безоблачно мы говорим есть подводные камни вот 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 вы их знаете теперь вот готовьтесь и потом очень важно чтобы они успевали на себя маску надевать поэтому так приходите к нам на беседке так мамочка вам нужно отдохнуть ну-ка быстренько маску на себя приходите к нам на беседку вот и а бывает конечно что если родители изначально не согласовали да такую историю а бывают разводы но бывает и наоборот вот мамочка приходит с папочками ну вообще-то это я настояла и вот мы усыновили а теперь он пришел и хочет оформить на себя тоже ребенка то что он его очень любит но он такой замечательный и я вижу что он даже любит его больше чем я вот ну так тоже бывает по разному каждого саня как разница какие существуют стереотипы предубеждения по поводу приемного родительства и если у вас уже как у людей с таким большим опытом работы с приемными родителями как можно преодолевать эти стереотипы стигмы я не знаю как это правильно корректно назвать чтобы больше интегрировать да более какую-то инклюзивную даже не знаю может быть среду для приемных родителей мне кажется что с приемным родительством есть как много таких надуманных проблем так и у каких-то вот таких ну туда идут только там идеальные родители да то есть ли религиозно да как либо вот какая-то романтизация да вот либо потому что прием на родительство такое же как обычное родительство есть особенности которым да вот прям вот вот если вы пройдете школу приемных родителей хорошую школу приемных родителей мы говорим что это только наше вы можете даже онлайн пройти школу московскую и либо другую да то есть вот я знаю что в москве есть онлайн школа ирсу прекрасная и можно ее пройти то есть это людмила петрановской школа вы подготовитесь к тому что будет с ребенком особенно это вот есть как бы обязательно у ребенка это травма утраты и все все остальное это все решаемо это все бывает и в кровных семьях и в приемных семьях мне кажется тут ну вот нет особой трагедии до из того что вот он не родной он приемный или я спасу сиротку вот это все как бы она проходит потому что родители становятся обычными родителями дети становятся обычными детьми день аиста нужно для того чтобы мы помогали родителям поддерживать эту историю как позитивную то есть у нас день аист это второй день рождения ребенка вот он пришел в семью вот у него появились новые мама и папа у нас даже есть сказки про это какая заблудился он потерял записку с адресом и принес ребеночка в дом где все живут детки которые потерялись а туда приходят мамы и папы за своими потерявшимися детками и эта история которая и я рассказывала своему сыну и он рисовал своими каракулями когда еще не умел говорить про эту историю как естественное пополнение семьи то есть вот есть дети которые рождаются живота есть дети которые рождаются из сердца и мы тебе очень сильно любим и мы тебе очень сильно ждали искали мы нашли тебя и теперь мы семья и мы научимся быть этой семьей ну так рождаются дети точно также никто не готовится к этому они также могут прийти и у мамни у всех возникает сразу же инстинкта любить из некоторых по честному и не возникает и вообще да так бы у нас бы не не подали бы дети в систему собственно это оттуда я знаю что многих людей ну просто вот есть ресурс личный время желание что-то делать энергия и они ну готовы помогать разным он кого вот если допустим я не готовы стать приемным родителям пока как я могу быть полезны для вас то есть может быть какие-то специалисты или просто волонтеры кто вам нужен для чего какие проекты у вас ой прекрасное спасибо вам за него и катерин нам очень нужен специалист в нашу команду специалист который бы интересовался и вот хотел бы работу со смыслом да то есть хотел бы сталкиваться с тем чтобы мы вместе до делали такие добрые дела про приемное родительство нужен администратор вот нам прям очень он нужен и также нам очень нужны волонтеры которые бы приходили к нам на беседку могли бы поиграть с детьми провести какой-то для них мастер-класс помочь просто пожилому человеку который к нам пришел разуться раздеться пройти налил бы им ему чашечку чая усадил бы на стульчик ну какой-то вот личный контакт поддержку бы дал вот собственно то есть люди которые готовы позаботиться да как-то вот помочь организации существовать жить развиваться да очень ждем я оцениваю свой путь приемного родительства что допустим самое непростое в нем было и что самое сладкое самое классное вдохновляющее которая стоит всего вот если так самое непростое это то когда я переехала в барнаул и осталась одна вот одна без сообщества без того дняиста я написала на себе маме тему завела у сыновители отзовитесь вообще кто то есть вот честно мне отозвалось ровно три человека при том один как бы открыто а два в личку тайна и вот оля крупенко которая зазвалась она и стала со мной вместе и с ириной вот родоначальниками этого нашего день аиста у нас был сначала клуб усыновителей мы встречались в кенгуру и вот это вот встреча то есть она сразу подарила мне тепло родное плечо рядом то есть анютка тимошка вот два наших первых аистенка с которых вся история началась и дальше нам уже стало легче но самое сладкое это вообще то что у меня есть такой прекрасный сын и я мама расскажите какая самая большая опасность существует на пути приемного родительства а это то когда родитель не смог взвесить на берегу все свои возможности и после того когда ребенок появился в семье он считает что ну что то все плохо стало и вот наверное я пойду и его обратно сдам верну откажусь от ребенка ну то есть вот особенно вот я сказала первые слова которые применяют к сожалению к ребенку ну то есть я верну или это возврат а на самом деле это отказ то есть родитель который вот вторично отказывается от живого ребенка то есть у нас бьют тревогу даже когда котиков собачек выбрасывают на улицу но законодательстве вполне так себе каждый приемный родитель может пойти и сказать найти обратно кровные родители этого сделать не могут ну либо очень маленький процент который говорит ну все вообще то есть это это не моя история материнства да то есть вот пускай государство заботится о ней то есть вот на берегу нужно точно знать что я его никогда обратно не верну не откажусь что-то необратимый процесс да я еще даже когда слушала твою историю меня резонули слова про то что вот я должна стать матерью ну предназначение женщины быть матерью если я не мать то все женщина ну это такой мне кажется распространенный стереотип не кажется ли он тебе опасно для кого-то возможно да а для кого-то нет потому что ну не знаю можно рассматривать это как я хочу выйти замуж а кто-то не хочет выйти замуж кто-то вот ну вот видит свое предназначение в семье а кто-то не видит но это здорово а можно быть одинокой мамой соло мамой да и принять ребенка в семью и таких знаю прекрасных соло мам которые ну несмотря на то что они так и не вышли замуж то есть они приняли в семью двоих классных братьев и сестер вот я знаю одну и вторую и вот они как бы прекрасные мамы это прекрасная история а есть папа который принял в семью четверых детей подростка 11 его девушка которая убежала в этот момент все скольную значит и туда и дорогах не судьба интересная история лишь вот этот термин который называется тайна усыновления то что и родители по-разному решают говорить ребенку не говорить как вы говорили а как как вообще правильно сказать о том что ребенок установленный и как обычно ну там дети реагируют если какие-то прогнозы на это типичный есть прекрасный фильм вчера сегодня завтра это фильм короткометражный он можно на ю тубе его найти а он находится на сайте день аиста новосибирска там дети сами говорят о том как важно что они знают о том что они приемные усыновленные и там один малыш прекрасный говорит о том что вот когда малыш чуть-чуть подрастет мама должна его взять на ручки посадить к себе на коленке и нежным голосом ему все рассказать всю правду то есть не говорить они даже не понимают а зачем а что здесь скрывать когда ребенку любящие родители говорят это как историю праздника как историю счастливого появления ребенка в семье а для меня это так и для многих наших приемных родителей это так потому что вы хотели и вы нашлись и тогда эта история не подается мы тебя вообще-то усыновили как что-то постыдно и да и тогда у него будет ой здорово я вот усыновленный и у нас есть дети которые говорят приносят торт с днем аиста в свою школу и будут ну ничего себе у вас чё у него два дня рождения что ли а почему вот он два раза торт приносит в школу вот потому что у меня два дня рождения и тимофея вот один раз только под ну как сказать под кололи в этом в этом вопросе я думаю что этот подкол он был как раз с мальчиком связан который любопытство проявил ему было интересно как это вообще-то эти вообще детдомовские а мамин и папин меня выбрали и я стал своим то есть я говорит вообще-то избранный а ты тот кто достался и да и вот как бы вот у него ну то есть есть у детей когда они вырастают с этим праздником когда он празднуется отмечается и всегда родители готовы отвечать повзрослевший ребенок будет задавать другие вопросы сначала это сказки будут сначала это будет короткая история и мы тебя нашли да то есть мы тебе сначала потеряли а потом мы тебя нашли но чуть позже он понимает что вообще-то люди-то детей-то рожают да и ты родился и родился вот у такой-то женщины она не смогла стать тебе мамой а мы хотели очень стать тебе родителями и мы твои настоящие родители есть твоя кровная семья и мы не молчим они и если хочешь когда надо будет когда ты повзрослеешь мы пойдем вместе и какую-то информацию найдем вот все одну то есть всю информацию желательно ребенку ну как бы говорить до подросткового возраста и есть специальные тоже книги истории как эти истории лучше рассказать в позитивном ключе то есть не идеализирую биологическую мать не ругая не осуждаю вот я ей благодарна я к сожалению не знаю историю появления на свет тимофея и не могу ему рассказать этого вот я честно искала не смогла найти никаких историй и я говорю я уверена что ну так сложились обстоятельства что она просто не смогла тебя воспитывать ну ты такой замечательный так я рада что она такое решение приняла в пользу нас это вот это же просто счастье я когда ребенка забирала из больницы мы едем и у меня такое чувство что вот так бесплатно я никому не должна отдать свою жизнь кровь там не знаю миллион денег или что там ну что то что так просто дают ребенка то есть я просто вот гору бумажек меняю там на живого человека представляете подарок несопоставим конечно спасибо большое за душевный разговор хочется пожелать долгих лет и большого развития вашей организации вы делаете большое дело а тема следующей нашей встречи это стремление красоте что за ним стоит какой ресурс дает красота и как не приблизиться поговорим в следующем выпуске до встречи красоте что за субтитры что за субтитры что за субтитры что за субтитры создавал